всем привет добро пожаловать на уроки по roblox studio 2021 сегодняшняя тема это атрибуты чтобы не было скучно причем не просто атрибуты продвинутые использования атрибутов но мы и про простое использование поговорим чтобы не было скучно новичкам в roblox studio я расскажу много всяких фишечек на примере тестовой игры на которой мы будем изучать использование атрибутов продвинутая так ну сразу попробуем избавиться от вот этой зеленой ерунды зеленая ерунда используется для регенерации ландшафта я сделал так ну где она мне называется вот просмотрим тире этим плейд terrain и вот мы видим что это такой зеленый кирпичик давайте я его сделаю сейчас совершенно невидимым и он нам не будет мешать так ну помните что для регенерации ландшафта я использую некую форму эту форму можно сделать в виде лабиринта в виде стен и так далее при регенерации ландшафта у вас будут появляться стену лабиринта ну не наша тема сегодня так давайте запустим мини игру не все режимы но по крайней мере начнем объяснение с чего-то и дойдем до атрибутов так но у меня есть тут две бомбочки бомбочки взорвались сейчас посмотрим как они работают и чтоб сильно не скучать нажимаю вот у меня есть зеленый пьедестал восстановление регенерация земли дело в том что мы будем бросать много бомб на землю и мне не хочется каждый раз игру останавливать и начинать заново вот с помощью такого способа мы будем восстанавливать нашу землю давайте кстати сразу посмотрим как у нас идет восстановление земли потому что скрипт очень простой как мы видим справа пьедестальчик просто кирпич зеленый да вот вот он зеленый кирпич добавил на него клик детектор с помощью плюса это для того чтобы мы могли мышкой ткнуть и все смотрим на маленький скрипт debounce знаете что не объясняю и так если на клик детекторе кликаем мышкой то присоединяется вот такая функция функция debounce тут срабатывает и функция я 10 раз восстанавливаю землю причем я решил сделать так чтобы земля не восстанавливалась сразу кирпичом целом а восстановился сначала нижний слой потом повыше 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 и так дошло до самого верха как я сделал это простым способом не добавляя 10 10 вот этих зеленых кирпичей которые я спрятал формы формы для восстановления земли я использую одну форму вот она у меня называется вот terrain template зеленая который помните мы сделали прозрачность чтобы ее не видеть и так если вы посмотрите документацию на сайте для разработчиков роблокса то у нас есть такая штучка как terrain она находится тоже на workspace где все остальные объекты это terrain отвечает за вот эти вот все кочки виды земли но тема у нас сейчас не не касается terrain поэтому я быстренько объясняю и так есть интересная функция этого terrain фил блок заполнить кирпич мы указываем какой блок должны заполнить вместо указания с помощью чисел я использую для этого сифрейм это значит местоположение нашего вот этого видите его контур сейчас моргает нашего шаблона для земли так и используем его размер его же размер чтобы не указывать вручную можно здесь вручную написать например написать сифрейм . new и создать там размеры создать его размер тоже с помощью вектор 3 new и так далее а тут видите вам особо не нужно задумываться вы нарисовали нарисовали вот эту скрытый шаблон который должен заполниться и вот он у вас заполнится и дальше чем его заполнять каким материалом но я решил травой и нам материал вот можно написать . и вам предложат все чем можно воздухом заполнить например дыры делать земле асфальтом и так далее кирпичом у нас будет трава вот что за странная штука дело в том что мы в цикле 10 раз повторяем восстановление я дело в том что в цикле при первом проходе я восстанавливаю первый слой земли потом поднимаюсь на один стат вверх восстанавливаем второй слой 3 4 и когда мы запускаем восстановление местности ну вы это еще не раз увидите сегодня на уроке и она так постепенно потихоньку поднимается вверх ну чтобы было красиво и старайтесь не использовать часто вот эту команду terrain по крайней мере после нее fill блок после нее должны быть паузы потому что вся эта земля все изменение местности отсылается в том числе и на клиент на компьютер ваших игроков чтобы не было тормозов ну я вас предупредил и так в цикле я просто добавляю вектор вектор по высоте по игреку по оси y и вот у меня там сначала минус 10 самый опущенный вниз слой потом минус 9 минус 8 7 и до 0 0 это уже будет совпадать вот с этим шаблоном который мы скрыли ну все с восстановлением земли разделались давайте теперь посмотрим на бомбочки покажу сначала плохой скрипт бомбы вот у нас это бомба бомб желтого цвета вероятно кто-то смотрел уроки другие или кто-то сам догадался делал простой скрипт что падает какой-то парт какой-то объект и взрывается вокруг него появляется воронка давайте я вам на простом скрипте на плохом скрипте покажу как это все действует так ну у нас скрипт короткий тем не менее я его расскажу кому не интересно перемотать вперед не забываем лайки ставить там и так далее так ну так как я хотел продвинутый урок у нас бомба будет непростого типа вот три типа бомб time это значит с задержкой срабатывания например вы ее поместили на ваш workspace и она взорвалась через пять секунд другая touch это означает что игрок подошел коснулся и тогда бомба взорвалась но тогда получается мина правильно и клик клик это для мини-игр очень прикольно использовать мы с вами это еще наверно обсудим или если у вас появятся идеи давайте в комментарии под этим видосиком кидайте окей ну видите сейчас я демонстрирую просто запускаем игру и там через сколько-то секунд вот эта бомбочка взрывается давайте кстати посмотрим ладно раз я сказал что не ограничиваем время урока и вы можете перематывать сколько хотите то пожалуйста так смотрим на желтую видите искры поползли значит она взорвалась и почему-то не сразу исчезла оболочка почему не сразу исчезла оболочка а все потому что я хотел вам показать вот такую строку как сделать так чтобы после звука бомбы только после звука бомбы была уничтожена сама бомба я здесь мог поставить wait например подождать пол секунды и так далее или подобрать звук полноценный у которого нет тишины в конце вот стать давайте мы этот звук попробуем вот он бомб саунд данные и вот видео он уже почти тихий но тем не менее сколько то там частей секунды до конца идет в общем не обращать внимание это не баг и не фича просто такой звук вы можете вот здесь это отрегулировать так ну давайте как работает дальше наша наша бомба так как у бомбы есть режим touch я не хотел делать так чтобы игрок только наступая на нее уже взорвался я хотел сделать какой-то радиус вокруг бомбы что мы ее видим но тем не менее подходить на какое-то расстояние к ней не надо из я сделал сферу создаем instance создаем новую детальку парт сфера кстати вот в переменной parent видите лежит у нас скрипт parent что там лежит как раз лежит кирпичик вот он справа бомб вот этот вот эта вот штука является родителем скрипта окей идем опять в наш плохой скрипт так создаем детальку делаем ей имя даем ей имя touch distance это дистанция на которой будет срабатывать прикосновение делаю так что через эту детальку можно будет проходить чтобы она не мешалась can collide false в ее вот здесь properties я же вручную создаю скрипте так делаю сферу чтобы эта деталька была сферой задаю вручную 17 дистанцию радиус нашей сферы и видите размер я потом этой сферы меняю сайс и вот там ширина высота глубина получается в стадах 17 на 17 на 17 наша сфера цвет серый даю но это совершенно неважно делаю ее немножко прозрачной чтобы мы видели для отладки глазами конечно в игре скорее всего вам нужно сделать его полностью непрозрачный вот так как мы поступили с зеленым тем кирпичом так ну и с помощью этой строчки я центрирую центрирую сферу вокруг нашей бомбы а бомба у нас виде кирпичика в виде кубика точнее так дальше нам нужно как-то их закрепить но дело в том что старый способ если мы просто свариваем с помощью weld может развернуть две детали относительно друг друга ну в простом случае это не так не так страшно но у меня были во время тестов детали аж начинали подскакивать вертеться и так далее из-за того что соединение меняла их ориентацию в пространстве так но тем не менее вот советуют соединять две детали сейчас вот с помощью такого констраента weld constraint новый когда мы создаем новый новый инстанс мы задаем тип этого инстанса этот инстанс у нас называется сварка ну точнее соединение тип соединения такой-то и можем задать вторым параметром кто у нас будет родителем а как вы помните что родитель к чему у нас будет сварка ну будем считать ладно если проще сказать клей что мы на вам намазываем клеем мы вот эту детальку и намазываем она у нас ссылка на нее в переменной parent окей дальше ну это вы можете вручную из студии потренироваться вот здесь у нас там home где у нас тут есть в моделях да вот создание создание соединений вы можете вручную соединить две детали и посмотреть уже в свойствах этого соединения там появится еще один объект как бы клей или сварка вы можете посмотреть или мои уроки посмотрите там я длинный есть был про виды соединений окей в любом случае тремя строчками соединили две детали вот эту со кубик и как бы сферу вокруг него debounce это чтоб сработал только один раз тоже это относительно не баунса я написал функцию небольшую которая будет взрывать нашу мину потому что у меня три вида нашей нашей бомбы я в трех видах использую эту функцию чтобы не переписывать чтобы не писать вот этот вот код каждый раз я написал маленькую функцию она нигде здесь не вызывается видите она просто создана так что бомба сама по себе не взорвется ну или взорвется если мы вот так напишем вот еще раз напоминаю не новичкам можно перемотать где-то на одну треть от конца или наполовину этого урока подальше чтобы было что-то интереснее так мне хочется чтобы новичкам было интересно так что же мы сделаем запускаем звук вот ведь у нас бомби есть этот звук я его добавил из тулбокса выбирал там много этих звуков так создаю instance взрыв у нас есть этот instance здесь так эффектах его нет ну а вот explosion есть взрыв но взрыв взрыв это такая штука короткоживущая стоит вам его только только создать как бы на следующем ходу если вы его поместите на наш workspace сразу же происходит взрыв поэтому будем аккуратны вот я себе даже пометку рассказал память поставил чтобы вам кое-что напомнить и так в переменную explosion создаем новый новый взрыв взрыв у нас еще нигде не находится он не на workspace он как бы подвешенный задаю его радиус взрыва кстати какие взрывы какие у него есть настройки можете какие свойства взрыва а там их много можете посмотреть в документации или добавить explosion сюда куда-нибудь на workspace посмотреть в свойствах его поэкспериментировать вот так и теперь вот важная штука как его помещать где его размещать дело в том что нужно позицию задать числами ну я создаю вектор 3 и задаем его позицию но помните что у нас нигде сейчас не находится но здесь мы задаем координаты где же будет взрыв в данном случае я координаты беру у нашего кубика помните что переменной parent в начале я заношу наш кубик нашу бомбочку так беру координату x беру координату y координату z и задаю заношу в позицию где же произвести взрыв если вы это не сделаете взрыв всегда будет происходить в центре вашего place по координатам 0 0 0 после этого мы перемещаем его на workspace и как бы когда эта функция закончится произойдет взрыв дальше я жду пока проиграет у нас звук вот этот звук помните который здесь размещен если эту строчку не размещаю то у нас сразу происходит уничтожение бомбы вот этой а к бомбе вот вы видите что у нас к ней прикреплен и звук и скрипт и крик детектор и какие-то там огоньки и наклейка вот это дело в том что когда происходит взрыв explosion она уничтожает все ой извините ну нет конечно она уничтожает все но в данном случае у нас уничтожает все вот эта строчка parent destroy уничтожить физически вот эту вот бомбу если эту строчку не оставлю то после взрыва бомбы всегда будет оставаться на поле боя где-то вот такой у меня кубик так и так вот этой строчкой я жду пока доиграется звук бабах уничтожая все с этой функции разобрались я ее потом три раза вызываю и вот эти три раза первый тип самый простой бомба которая срабатывает через 10 секунд так что я делаю этой строчкой я включаю сигнал для игрока почему бы и нет начинают искорки лететь sparkles sparkles и это означает что бомба активирована что она взорвется ну с помощью этих искорок мы не можем указать игроку что он взорвется через 10 секунд ну и бог с ним так далее взрываем окей теперь рассматриваем следующий тип давайте вот это посмотрим попроще тип клик мышкой если тип а вначале мы задаем до скрипте кстати некоторые люди ленивые они переменные не переносят которые управляют типом этого скрипта нужно идти в скрипте где-то искать где тут какой тип что нужно раскомментировать и они пишут закомментируйте вот так строчку чтобы все работал так а если не надо то закомментируйте вот эти вот строчки это же ерунда полнейшая так итак если у нас тип бомбы клик кликанье мышкой то мы берем добираемся до нашего клик детектора а как мы до него добираемся вот у нас parent например вот эта бомба и так parent . и вот клик детектор дальше если вы печатаете клик детектор начинать печатать клик детектор то вам подсказывает что есть у клик детектора какие есть события ведь они с молнией желтой ну нам нужно добраться вот mouse клик это если вы кликайте мышкой а если вы мышкой только проводите сверху вот смотрите как серый серый прямоугольник видите загорается я не нажимаю это называется ховер когда провожу мышкой можете такой сделать например неосторожное движение мышкой и бомба взорвется а вот этот это событие это когда у вас курсор был внутри этой бомбы на ней вот как сейчас я ховер делаю и вдруг я закончил ховеринг вот тогда произойдет вот это событие так но это правой кнопкой мышки клик и все нам нужен просто mouse клик давайте я восстановлю как было mouse клик это левой левой кнопкой мышки мы присоединяем с помощью коннекта но смотреть предыдущий урок или надеюсь вы все это знаете присоединяем вот такую функцию значит в момент когда кто-то кликнет мышкой на нашей бомбочки на клик детекторе то что мы активируем бомбу включаем искорки потом ждем две секунды ну что игрок может быть успеет убежать и делаем бух так ну и третий вид бомбы touch он чуть посложнее так как нам пришлось добавить детальку сферу вот мы ее сделаем touch touch part мы ее назвали touch part мы ее потом присоединили так только не понял почему очки станции назвал а вот название детали touch distance окей не запутайтесь так на нашем кубике бомбы мы ищем деталь сферу touch distance я назвал на ней срабатывает событие touch значит кто-то его коснулся но ее может коснуться и земля и нога человека и рука нам нужно определить чтобы она взрывалась только от прикосновения человека ну или нпс какой-нибудь далее с помощью коннекта к этому событию прикосновения присоединяем вот эту функцию и давайте посмотрим как это функция работает ей передается первый параметр кто или что дотронулась давайте вот такой простой скорость строчкой можно определить что до нас дотронулся гуманоид то есть или либо игрок либо плеер это очень быстро работает строчка если вы пользовались другими может быть вам будет интересно вот такой воспользоваться переменная параметр что нас до трон до нас дотронулась смотрим у его родителя двоеточие на родителя того что до тронусь обычно например левая нога вот здесь получается ли моя левая нога смотрим что у моей левой ноги какой родитель ну я допустим персонаж и ищем гуманоид нашли окей значит до бомбы дотронулся тот кого можно взорвать так активируем нашу бомбу визуализацию включаем чтобы искорки пошли так те ждем 2 секунды и делаем бум этот скрипт плохой я вам вам уже уже пожаловался что у нас где-то какие-то цифры какие-то типы задается ну ладно из хорошего в этом скрипте только то что мы задаем тип бомбы в самом начале что не запутается если вы отдали вы сделали этот скрипт и отдали своим друзьям по крайней мере тип бомбы они увидят как его можно изменить в самом начале скрипта вот кстати у меня здесь пометка что explosion если мы добавим я сначала хотел сделать вот так бомба делаем explosion explosion но к сожалению где бы у нас бомба как бы не находилась explosion сразу срабатывает если у нас на workspace я не успеваю ничего не сделать я не успеваю настроить полноценно параметры explosion координаты и так далее можно ухитриться но я же хочу чтобы вам не пришлось писать длинные скрипты и не пришлось мучиться поэтому explosion мы создаем сами и не так уж он сложно создается вот еще раз напоминаю вот где-то здесь так давайте теперь плохой скрипт вот этот плохой желтая давайте на красный посмотрим на более хороший подразумевается он еще пока без атрибутов потому что когда мы атрибуты roblox of ski посмотрим это будет вообще хороший клевый скрипт так этот уже у нас скрипт называется клевом ну ладно cool скрипт так в этом скрипте по крайней мере я вынес все настройки уже в начало скрипт тот же самый который мы сейчас с вами изучали вот единственное в начале выбираем тип бомбы время до взрыва смотрите комментарии для вас по-русски написал ну радиус сферы когда будет срабатывать радиус взрыва это насколько воронка какой глубины произойдет давайте теперь попробуем мы уже запускали вы видели что эти две бомбы взорвались давайте вот на тех на красной бомбе потренируемся заметим заменим тайм на клик например вот так и давайте помните клик это мышкой мы должны подойти на определенное расстояние и мышкой активировать пока желтая там ведь она уже активирована с искрами взорвалась а красный у нас не активировалась и вот мы заходим в эту сферу тач не срабатывает потому что тип бомбы у нас не такой зато курсором можно кликнуть кликнули вот она сработала здорово так окей давайте посмотрим последний тип мы с вами еще тач не посмотрели и потихонечку перейдем я даже запущу наверное ковровую бомбежку сейчас после того как мы тач проверим ну тач понятно мышкой сколько бы мы не кликали не взрывается подходим дотронулись вот все сработало отлично здорово так ну пусть она здесь остается давайте посмотрим у меня заготовлены эти скрипты я сворачиваю бомб и бомба я использую правильный уже скрипт так тиран генератор вот replicated storage знаете для чего он используется в нем можно хранить ваши инструменты оружие каких-то зомби каких-то боссов что-то еще хорошее то что вам нужно иногда выставлять и клонировать например сотню зомби поставить одинаковых лучше зомби один раз настроить вместе с его скриптом и со всеми параметрами в replicated storage чем каждый раз как-то его создавать и заново воссоздавать очень похожие параметры так вот нашим бомба так все выглядит точно так же только давайте посмотрим cool script 2 а ну нет пока мы к нему еще мы еще сейчас к нему вернемся x давайте ковровую бомбежку запустим и это уже будет похоже на какую-то мини игру выживание так вот я кликнул по обелиску красному и видно что бомбы не активированы но они у меня активируются на клик не буду я сейчас взрывать и давайте включу восстановление земли вот вы видите как у нас регенерируется поднимается потихоньку местность кстати забавно какие-то вещи остались закопанными окей так ну давайте посмотрим как красный обелиск работает чтоб тоже может быть для новичкам интересно как мы ковровую бомбежку производим где у нас тут вот он вот бомб пол пол не туда открываем скрипт очень простой понятно по клик детектору мы определяем что мы кликнули на него здесь я задаю сколько бомб за один клик нам выдать какой радиус на какой местности относительно центра координат но у нас центр центр где-то здесь поэтому вот в таком примерно ради в такой области вот как вы видите у нас которая используется для восстановления земли у нас будет происходить бомбежка здесь я конечно могу изменить я могу сделать например вот так 20 на 20 тогда у нас бомбы будут вот здесь 20 на 20 стадов вот здесь возникать понятно да так возвращаем с какой высоты бросать бомбы ну у нас высота площадки по моему 10 стадов вот я делаю 120 давайте изменим например кто нам мешает давайте 80 высота сброса бомб и сколько бомб 100 100 это чтоб мы могли отследить если будет мало бомб мало будет потом отрегулируем ближе к концу урока отрегулируем чтобы самый раз было в любом случае здорово что вынесены все эти числа не где-то там в циклах у нас все занесено а вот есть три переменные и вы их можете менять и даже не вдумываться как работает скрипт но тем не менее я вам расскажу debounce не дает кликать мне на этот же обелиск вызывающий бомбежку чаще чем один раз 20 секунд так ну и дальше у нас создали переменную в которой будем клонировать бомбу из нашего replicated storage видите в начале мы получаем ссылку на replicated storage это как бы папка где у нас хранится наша бомбочка и так в цикле теперь от нуля до количества бомб значит сто раз у нас повторится хотя ошибку я вижу уже у нас здесь 101 это язык лор у нас циклы и индекс идет от одного начинается с одного соединиться точнее так вот сейчас будет ровно 100 бомб а то было плюс один хорошо что нашел ошибку так что у нас из-за replicated storage ждем есть там загруженная бомба это или нет потому что иногда игроки заходят в игру и replicated storage только начинает подгружаться когда у нас все загружено например прошло пять секунд после старта клиента игрового у нас эта строчка будет срабатывать всегда мгновенно никакого ожидания потому что бомба точно там загружена и во всех остальных раундах тоже мгновенно и так вот здесь считаете что я здесь ну выделенном тексте я получаю ссылку на бомбу вот я здесь получил дальше пишу двоеточие клон что это делает для имеющиеся бомбы которая находится там бомба не будет изменена никак мы получаем ее клон получили клон вот эта строчка выражение получения клона и тир клон занесен бомбы в переменной бомба но она не взорвется ничего с ней пока не произойдет потому что она где-то у нас подвешена непонятно не на воркспейсе не в replicated storage сейчас находится мы давайте-ка зададим позицию нашей бомбы где мы ее будем сбрасывать создаем вектор 3 помните это x y координата и z высота это у нас по y здесь мы получаем случайное число мы франдом от минус area radius это означает что от минус 120 до середины от 120 так а здесь до плюс 120 120 здесь в данном случае и понятно что случайное число будет в диапазоне выдана либо от минус 120 либо до 120 если я напишу здесь вот так например 12 а здесь напишу 14 у нас всегда случайное число будет выдаваться когда мы будем просить вот это вот в это выражение у у нас всегда будет выдаваться число либо 12 либо 13 либо 14 никаких больше вариантов нет но вы не знаете какой в следующий запрос будет одно из трех этих чисел а естественно мы то задаем побольше область от минус 120 до 120 это очень во сколько раз это больше во много больше так высоту задаем drop height 80 но здесь я добавил тоже случайно число чтоб не всегда не падали они с одной и той же высоты а всегда было плюс минус 5 стадов более естественно так ну и теперь в глубину тоже этому в ширину смотрели это в глубину от минус 120 там до 120 все просто задали просто позицию где будет бомба наша появляться бомби теперь нашей родителя занесем workspace вот он наш workspace можно написать также game знаете да game workspace большой буквы одинаково совершенно так или так то что workspace короче писать и я здесь вызываю weight weight это минимальная задержка что бомбы не одновременно 100 бомб появлялась иначе у меня такие лаги тут начинались можно конечно продемонстрировать ну давайте продемонстрируем а мы до атрибутов то еще не добрались ну и ладно так ну вот сейчас давайте посмотрим а ну сейчас взрыва нет ну тем не менее задержка какая-то была видна у меня еще относительно быстрый компьютер хоть и старый вот у вас может быть вообще мы когда уроки делали с народом делали какие-то игры народ горит а зачем мы стоить здесь давайте мы сделаем 10 тысяч бомб ну и конечно компьютер начинал страшно лагать тормозить значит так смотрите ну ладно все еще раз увидите как падают эти бомбы так дальше это debounce окей все разобрались этим простым скриптом и давайте теперь вернемся к нашим бомбам которые уже будут использовать атрибуты давайте сначала много интересного рассказали давайте посмотрим теперь про атрибуты что нам говорят эти атрибуты можно менять и редактировать и видеть сразу прям из roblox studio так вот мы смотрим на нашу бомбу я выделил и действительно давайте вернем ненужные данные так чтобы на экране лишнего не было видно и вот мы видим сразу атрибут мы можем вообще все убрать нам не важно совершенно нам нам на важен только тип бомбы тип вот давайте сразу посмотрим как я решил задавать тип бомбы помните в старом скрипте даже который более хороший мы вначале писали бомб тайп и здесь у нас в кавычках шло шел текст либо time либо touch либо клик это значит время touch это когда человек касается ногой рукой и клик это когда мы мышкой кликаем дальше вот здесь у меня уже есть какие-то строчки атрибутов не давайте с вами сразу научимся как добавлять атрибуты нажимаем просто атрибут и вводим какое-то название должны выбрать его тип так смотрим какие у меня атрибуты у меня все недостающие атрибуты они числовые мы должны число number выбрать сейф а появился атрибут так я теперь хочу переименовать и никак не переименовывается правой кнопкой видите я тут так сделаем скопировать и нажимаем здесь шестеренка в шестеренке есть ренейм и удалить кстати можно удалить мы только переименуем переименуем time to detonate смотрите как я сделал если у нас этот атрибут не задан а вот кстати у меня есть ошибка если атрибута нет если он был удален моя строчка вот которая сейчас без изменения она бы подставляла всегда десятку так срабатывает вот эта функция мы про нее сейчас поговорим где-то трепет так ладно будем считать вот так если меньше меньше одной секунды или давайте если просто видите нам нам можно и отрицательные числа здесь задавать но как можно сделать чтобы бомба взрывалась в минус одну секунду назад нет такой не под ним нам не годится давайте защиту от дурака добавим если нам задают время меньше чем меньше ли равно нулю тогда мы в детонацию нашей бомбы из насильно искусственно поставим десятку так что если здесь вот сейчас оставить минус 3 то вот это число пойдет переменную через сколько не тонировать давайте здесь поставим по крайней чтоб видеть давайте троечку мы потом это исправим так добавим еще один атрибут занесу строчка номер 17 еще один атрибут копируем control c добавить здесь control вставили скопированная строчка вставилась номер выбираем и вот сортируется она сама как-то так и радиус воронки взрыва не воронки взрыва радиус в котором все взорвется вокруг нашей бомбы давайте 15 мы потом будем пользоваться преимуществом атрибутов и будем здесь менять эти числа несмотря на наш уже скрипт так ну и давайте 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 у нашей бомбы зададим как раз не клик а например wait а нет не wait у меня там time назывался да time вот кстати хорошо все эти типы вот они у нас внизу типы time touch клик все это где-то вот верхнем комментарии написать давайте-ка напишем time touch клик так этот place кстати я его загружу и по ссылочке под видео сможете скачать можете поиграть и менять что хотите не набирая текст самостоятельно но могу сказать что те кто набирают текст самостоятельно они быстрее учатся и у них получаются крутые игры говорим про новичков только так окей давайте сделаем так что если нажму на наш красный бомбежный бомбезный обелиск то 100 бомб выскочит и они сейчас все взорвутся я попытаюсь спастись видите они все с искрами значит они активированные там сколько 10 секунд происходит я вообще-то задал по моему 3 секунды вот кстати может быть здесь ошибка произошла так так ну вот мы видим видим кучу кучу всяких кратеров вот как раз будет отлично смотреть как земля регенерирует по тирейну по всяким приколюшкам с тирейном у меня пока я делать урок у меня столько придумок появилось какие можно игры делать но надеюсь у вас у самих появились тоже какие-то идеи так давайте теперь попробуем разобраться дальше в наших смотрим документацию наших атрибутах атрибуты и их значения сохраняются в вашем place и ваших ассетах вот смотрите действительно вот у меня сохранена игра я ничего внутри скрипта не меняю я могу здесь просто в атрибутах вот зайти в эту бомбу бомб и здесь изменить цифру например единичка что взрываться через единицу кстати у меня кажется так 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 у меня здесь ошибка давайте напишем вот так правильнее так вот эта защита сработает если кто-то вдруг удалит здесь атрибут ну таких я надеюсь не будет потому что вы отдаете целиком если вы вас попросил друг сделай мне пожалуйста модель бомба которая будет взрываться трех типов и вот у нее такие то должны быть атрибуты а какой скрипт и сделаешь это совершенно не важно так вот этот друг вам отдает целую модельку мы можем эту модель правая кнопка мы можем ее сохранить в роблоксе мы можем ее сразу в тулбокс засунуть под названием супер бомба с атрибутами например понятно вот через эту менюшку и все люди которые будут пользоваться не как по старинке до 2021 года что-то ходили в скриптах меняли какие-то ошибки они просто увидят сразу вот эти атрибуты и поймут этими атрибутами у нас все и настраивается это же здорово так давайте я допишу все-таки защиту от дурака если меньше меньше ли равен 0 тогда ну давайте тоже десятку поставим вот давайте я проверю что ошибка сейчас исправлена после нажатия на красный обелиск они должны взрываться через три секунды уже нажали убегаем да все отлично ошибку исправил свою и куда-то укатился так мне уже не нравится так давайте я эту а тут я одну секунду поставил давайте пять секунд в атрибутах так давайте дальше смотрим нашу документацию что атрибуты их значения реплицируются автоматически на все клиенты это значит нам не нужно не нужно дополнительный код писать что если у нас на сервере что-то изменилось какое-то значение нужно его потом с помощью функций через ну неважно каким способом нужно еще всем клиентам это все добавить а тут у нас уже однозначно все вот эти значения атрибуты если у нас бомба сейчас она находится где-то на игровом поле все вот эти числа будут у всех клиентов игровых кто играет в игру сейчас они все будут такими все реплицируется отлично и это еще не все а изменение атрибутов можно видеть в реальном времени написано то здорово конечно но я столкнулся вот когда делал этот урок с такой вещью я сделал атрибут в реальном времени то я вижу конечно что здесь меняется если кто-то ставит атрибуты а я хотел вот у меня есть такая штучка detonate я сделал атрибут что если я здесь нажимаю галочку делаю detonate true чтобы у меня взрывалась мина или бомба как мы их тут называем ну к сожалению такая штучка вот не работает из roblox studio может быть пока не работает может им нужно написать что это ошибка но если вы из другого скрипта меняете атрибут например вот из скрипта вот этого красного обелиска я меняю атрибут detonate устанавливаю в тру то тогда все срабатывает хорошо как нужно так ну здесь нам как говорят пример что можно делать например оружие у которых с помощью атрибутов и всякие убойную силу скорострельность и так далее задержка перезагрузки перезарядки точнее и так далее для машин скорости ну еще там для чего-то какие типы атрибутов можно делать мы с вами сегодня использовали стринг буллиан это я его заранее сделал мы к нему сейчас даем буллин там может быть только истина или ложь true или false и самое распространенное номер число но на самом деле здесь вот есть еще куча всего можно цвета передавать вектор и так далее как добавлять мы все это уже посмотрели и давайте к скриптам как создать из скрипта атрибут он создается той же самой командой как и изменяется сет атрибют нужно значит в скрипте давайте в скрипте вот у нас parent вот он перед я могу сделать вот так давайте я здесь делаю клик это чтоб бомбы не взрывалась и давайте давайте здесь делаем какой-нибудь атрибут видите здесь я получаю атрибута давайте сделаем у нашей бомбы атрибут парент сет атрибют и какой-нибудь придумаем имя кукуха так ну я надеюсь никто не поехал еще никуда так кукуха и название любое их значение которое будет у вас сюда так и мы тип строка или число или еще что-то не задаем давайте здесь сделаем true истину и давайте посмотрим если у наших бомбочек кукуха извините так запускаем запустили теперь идем на workspace и выбираем любую бомб и смотрим вот она наша кукуха есть и галочка стоит значит да истина отлично кстати до бомб мы еще раз доберемся сейчас все так выглядит не очень интересно сейчас сейчас будет реально интересно так понятно с помощью такой команды мы можем заносить туда значение если мы хотим другое значение занести мы можем вот так а если мы хотим удалить атрибут чтобы у этого объекта не было атрибута зачем удалять атрибуты а мы сейчас к этому подойдем так вот удаление атрибута сет атрибут просто нил пишем окей вот так если мы хотим эту кукуху удалить мы пишем вот так нил значит установи атрибут в ничего и она удалится так что даже если там была какая-то истина в тот же момент ее уже там не будет так давайте дальше посмотрим и все команда осталось изучить не так много создание и изменение мы посмотрели как получить атрибут все очень просто точно вот здесь я получаю здесь set это установить а get это получить вы знаете когда вы пользуетесь переменной но вы например напишите а присвоить 3 тройка заносится в а в roblox и создатели roblox долго думали они в принципе могли сделать и так что в атрибут можно заносить с помощью присваивания но они хотели сделать так чтобы атрибуты не повлияли не сломали старые игры и чтоб новые игры работали более быстро вы знаете что set атрибуты get атрибут работают работают во много 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 раз быстрее чем вот это присваивание значение например вот вот так парень макс килл value ну я вроде все правильно писал если у нас здесь было так что у нас было здесь добавлено если мы сюда плюсом добавили так вот нам беру и назвали бы мы его вот он value мы его назвали макс килл понятно да parent макс килл присвоить вот эта штука вам много 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 раз медленнее работает чем set атрибут и это здорово поэтому всем нужно переходить на атрибуты избавляться вот этой ерунды которая у нас нас тянет в прошлое так ну на самом деле если у вас игра нормально работает можете сильно не волноваться но если у вас будет игроков например 1000 там или сотня игра начинает тормозить то уже подумайте на то а стоит ли переделать по-новому кое что так на чем я остановился установить изменить и удалить атрибуты мы посмотрели это все просто мы как переменным к ним обращаемся только вместо равно и просто имени мы должны всегда писать если хотим считать какое там значение находится мы пишем get атрибут и имя вот этого атрибута если хотим чего-нибудь туда записать пишем set атрибут и имя этого атрибута это что хотим записать вот здесь так а ну есть еще такая команда которая я здесь не пользуется не пользуюсь мы для единичных атрибутов делали получить и записать а есть команда еще get атрибутес значит получить все атрибуты у вас получается табличка в которой имя это название атрибута а значение значение того атрибута так что вот смотрите с помощью вот этой функции можно получить таблицу где у меня будет давать нашу бомбу суперскую посмотрим вот у нас получится таблица из таких blast radius там будет 15 ну и так далее вот вот этот список будет прям в табличке иногда это удобно но в моем уроке мы это не проходим возможно в будущем я вам и покажу пока я не могу не могу придумать и где мы это можем использовать в простом уроке вот а так в принципе с помощью атрибутов можно если бы у нас здесь не бомба была например зомби можно атрибут например боится огня да или нет боится воды да или нет боится замораживание да или нет и получая сразу целиком все атрибуты мы можем уже узнать как на нашего зомби будет действовать то или иное оружие но это уж вы сами давайте придумывайте текс и последнее так на удаление мы посмотрели а вот самое крутое чем что уже можно назвать продвинутым использованием это определение изменился наш атрибут или нет с помощью вот такого метода ну точнее события event мы можем get attribute изменился ли атрибут с названием время перезагрузки перезарядки с помощью вот такого метода атрибут мы можем узнать когда изменился какой угодно атрибут ну у меня вроде бы где-то это набрано давайте проверим точнее я вам в тексте покажу вот я за за комментировал так русский язык там был включен что ли так если мы просто смотрим если мы присоединяем с помощью коннекта функцию на события изменится ли какой-либо атрибут там всегда в нашу функцию присоединенные к этому событию всегда будут передавать имя этого атрибута какой атрибут изменился если бы у нас изменился атрибут detonate у нас бы наш скрипт напечатал бы в output окошке вот здесь внизу он бы напечатал attribute дальше имя detonate изменился вот так так но это я как пример вам нам это не нужно я столкнулся с тем что когда у меня все эти бомбы здесь взрывая появляются что когда одна бомбочка взрывается вокруг нее остальные бомбы не взрываются вот как сделать самое простое чтобы от взрыва одной бомбы детонировали все которые находятся рядом давайте я продемонстрирую я это конечно уже сделал для урока и сейчас мы разберем там буквально благодаря атрибутам несколько строчек конечно и без атрибутов можно было со всем этим разобраться и все это сделать так бросаем бомбы так ребята я не помню какого типа не а да как раз отлично клик они у меня клик давайте отбегаем от этих бомб подальше например вот сюда и давайте с детонируем какую вот эту бомбу отлично все которые были в радиусе поражения они тоже взорвались и поразили другие бомбы которые были в радиусе их положил отлично кстати вот не удалившаяся деталь это на самом деле бомба не разорвавшаяся у нее сферу серую уничтожила взрывом а сама бомба еще может детонировать вот я и нажал и активировал вот сейчас она исчезнет ну вот такие вот вещи это уже выглядит как например мини-игра мы делаем какой-нибудь лабиринт вам нужно по этому лабиринту проникнуть или провести какого-нибудь тупого им песечника который ходит за вами или ходит только вперед и влево вы должны с помощью бомб расчистить завалы так чтобы он мог пройти ну естественно все случайным образом взрывается и поэтому всегда проходить этот уровень будет ну как бы по-разному проходить вот окей давайте посмотрим как эту детонацию я сделал использую атрибуты так это я закомментировал зато я использую последнее то чему что нам здесь показывали вот вот этот с работой события сработает и вызовет какую-то функцию если изменится определенный атрибут для нас этот атрибут detonate я его здесь добавил конечно же и теперь смотрю если кто-нибудь снаружи мне сюда запишет истину или ложь ну неважно что запишет есть но он должен измениться раз у нас здесь false был нужно сюда тру записать чтобы изменение произошло подождать долю секунды но чтоб не сразу взрыв произошел а там вы знаете что если параметр сюда не задавать по-моему через одну тридцатую секунды происходит везде по-разному зависимости от загруженности сервера просто делаем подрыв помните мы с вами разобрали вот три типа как срабатывает наша бомба если время то она ждет а потом кабун если кто-то прикоснулся только бум а здесь просто очень простой если кто-то нам снаружи прислал изменил наш атрибут detonate и тогда мы взрываем сами себя как мы как мы шлем этот сигнал detonate все очень просто вот у нас функция кабун я в ней просто добавил ну пройти почему так это я вам прошлый раз объясню вот мы добавили вот такую простую вещь оказывается но не оказывается у нашего explosion а есть события удар когда взрывается битка и бомба мы можем узнать всех кого мудо всех кого мы задели этим этой взрывной волной если например у нас пять объектов то эта функция это событие hit удар пять раз вызовется друг за другом сначала первым сначала например вот этот объект вот здесь бомба бомба взорвалась и сразу вызывается hit для этого объекта потом вызывать хит для этого кто находился в радиусе еще мы можем узнать кто был ближе кто дальше потому что нам передает не только какой объект попал в зону поражения но еще на каком расстоянии от центра поражения он был ну нам здесь это не нужно но мы можем например сделать как что в зависимости от дистанции ранен человека если он очень близко от центра мины то чуть ли не сразу он умирает а если он довольно далеко ну отнимать его например единичку от его hit points так дальше мы должны в следующей строчке узнать задели ли мы другую бомбу или нет а вдруг у нас там не бомбы вдруг у нас можно взрывать не только бомбы вот например я хочу эти обелиски тоже взорвать что мне для этого нужно сделать кстати ребята мне нужно просто в обелиске добавить атрибью атрибьют detonate detonate делаем его boolean так и давайте в наш в наш зеленый обелиск и добавим вот эту вот строчку вот вот это вот нам нужно всего-навсего добавить там перен то у нас нет у нас вот так идет перен извиняюсь за длинный урок но надеюсь это кому-то поможет так дука бум у нас нет мы просто уничтожим вот так дестрой классно же получается смотрите бомба уже может взорвать еще и вот такой заякоренный якорем прикрепленный объект давайте проверим надеюсь сейчас после первого это уже продвинутое изменение использование атрибутов мы же можем использовать не только detonate detonate взрыв а представьте такой атрибут так сбросим эти бомбы у отлично некоторые бомбы реально рядом с зеленым так отбегаем вот эта бомба не взорвалась так мы ее взорвали отлично видите зеленый обелиск уничтожился а красный ничем не уничтожить вот такие вот у нас умные бомбы уже смекнули как вы можете это использовать в играх не про бомбы мы вместо этих атрибутов мы можем во первых кучу разных атрибутов например так у меня тут заготовка так 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 атрибут может быть для получения бонуса например смотрите для каждого объекта который мы можем уничтожить в игре пусть это обелиск пусть это какой сундук или бомба мы можем добавить атрибут например прайс получить приз и каждый объект если мы его уничтожаем ну конечно нужно обработку этого объекта добавить вот он будет выдавать зависимости от объекта нам приз и нам не нужно будет знать какие скрипты и как там это все написано вы просто договариваетесь заранее заранее со своими друзьями что вы будете использовать такой или например какой-нибудь атрибут поприветствовать это можно использовать в нпс-шках например вы помахали рукой вокруг детектируется вокруг вашего ну определяется вокруг вашего игрока кто находится если у них такой атрибут приветствие то у них запускается прикрепленный вот к этому атрибуту функция они например разворачиваются к вам и машут вам руками много чего можно придумать так наверное все теперь осталось только еще раз посмотреть итак вот условия функция сработает если мы кого-то задели но в этой функции мы должны проверить а можем ли мы того человека убить или нет как мы это проверяем мы смотрим а есть у того кого мы задели нам его передает вот этот параметр hit если у него атрибут detonate нам не нужно как вот с этими вол вэлью помните номерик вэлью номерик . вэлью равно чего-то там название смотреть а здесь у нас атрибуты сразу уже в объекте есть нам не нужно в глубину этого объекта закапываться это тоже плюс и про это вам и на форуме писали и так далее мы смотрим если у него есть этот атрибут и он равен фолсу если там ничего не нет такого атрибута то нам будут выдавать не фолс а нил ничего еще мы должны сравнить а не сами ли мы себя ударили например если у вас сложный объект он из нескольких частей состоит из объектов и вот в каком-то объекте может быть такой же атрибут ну тут я просто я помните что parent parent у нас находится наша бомба я сравниваю если тот кто ударил не равен нам ну значит не мы тогда ладно да ладно взрываем и как теперь взорвать нам тот объект мы ему посылаем команду установка атрибута установил того объекта который мы задели взрывом с помощью set attribute установи атрибут detonate в истину и все теперь представьте какая-нибудь другая бомба которая лежит рядышком у нее такой же скрипт и у нее есть вот эта функция и она видит ой кто-то установил изменил наш атрибут который называется вот так ну ка взорвемся и все происходит так ну вроде бы я все рассказал сейчас посмотрю по плану про нпс я рассказал что можно атрибуты страх например где-то что-то взорвалось и эти вам не нужно в цикле обходить все всех энписи шик полна вашем поле всех зомби кто попал в радиус например там какой взрывной волны но неважно чего вы можете без взрыва просто проверять устанавливайте атрибут страх в истину в истину и тогда если этот персонаж умеет бояться он начинает например убегать или бежит к себе в дом ну как вы там захотите что там можно еще ну пожать руку поприветствовать сделать агрессивным что они испугались и начинают нападать так я смотрю по плану что я еще мог не рассказать а вот мы еще не рассказали чуть менее продвинутая но тем не менее здоровская давайте запускаем и с вами порассуждаем я сейчас включу бомбежку и давайте посмотрим так не так давайте сделаем touch нашу бомбу touch и мы посмотрим проходимый наш уровень или непроходимый бомба здесь меняем тип touch и запускаем вот например у вас задание вы со своей команды делайте игру там команда выживания бомбежки и вам нужно узнать если вообще шанс выжить или найти найти так ребята это они все уже о кстати классно классно мне нравится как все теперь работает интерактивно так сейчас я попробую вот эти подорву отбегая бегать на далеко не отбежал ну нормально мне кажется бомб много или радиус радиус слишком большой вот этот touch радиус что мы теперь хотим уменьшить радиус идем touch радиус делаем его например шестерка кстати кубик у меня 4 на 4 стада так шестерка значит шары вокруг наших кубиков бомб будут относительно небольшими и видите мне не пришлось ни в какой скрипт и залезать я кстати мог вот они вот а я бегаю убегаю блин я не успел я не успел ладно пусть он сейчас респавниться я не буду перезапускать смотрите красный обелиск то у нас уже есть смотрите я теперь могу что сделать я захожу в наш в наш репликейтед сторож иду в нашу бумбочку и у нее уже touch радиус изменяю например ну давайте десятка будет и делаю еще спаун во первых старые остались бомбы так кто-то падал от меня прям стукнулся эти бомбы и старые и новые ну понятно с помощью атрибутов мы можем не залезать скрипты а прямо здесь визуально все менять ну к этому все вывели все велось но вот тот продвинутый с детонацией друг друга это конечно круто я теперь буду везде своих играх будущих использовать что-то подобное так ну что жмем колокольчик то есть Продолжение следует...